Слав, видишь, она работает, но вот этот вентилятор, он не срабатывает, из-за этого ее так нагрелось и поплавилось. Видишь, она работает, сейчас я сплетуху буду включать, вентилятор срабатывает, я ее включаю, видишь, ну это хуево, что вентилятор срабатывает, вот этот. Всем привет, продолжаем ремонт зомби Санты, так я назвал стабилизатор Санта на 5 киловатт, это плата управления, это два сгоревших реле, маркировка реле, здесь вот видно, контакты тоже, видимо, подгорели, на этом реле так вообще видно, как контакты сгорели наглухо, но у него хоть обмотка звонится, у этого обмотка не прозванивается, и дребезг идет, то есть он вообще разложилось, похоже, внутри. Стояли эти реле вот здесь, на 160 и 190 вольт, два реле, следующих два реле, они вроде как живые, но я решил все поменять, все релюхи. Сгорело сопротивление 56 Ом, управляю, которое подавало питание 12 вольт на вентилятор, сгорел вентилятор, сгорели его обмотки, сгорел драйвер внутри вентилятора, ну и это все привело к таким чрезвычайным, печальным, печальным такому виду. Электролиты все заменены, потому что они подвергались температурной нагрузке сильной. Модифицировал я стабилизатор 5 вольт, L7805, поставил такую платку китайскую, и такую же, только побольше для регулировки и вращения нового вентилятора. Это термодатчик в виде сопротивления, термосопротивление на 10 кОм, это шлейф провод идет сюда, здесь вот резистор стоит 8,2 кОм, он заменен как раз этим переменником, ой, этим терморезистором. И переменником выставляем при 12 вольтах входящих, здесь вот минус, тут плюс, подаем 12 вольт, на выходе контролируем напряжение, при комнатной температуре выставляем вот этим потенциометром, подстроечником, выставляем на выходе 5 вольт на вентиляторе под нагрузкой, и при подношении горячего какого-то элемента к терморезистору у нас напряжение увеличивается на выходе. Соответственно, сейчас покажу, что с вентилятором стало. Вот, как я уже говорил ранее, сгорели обмотки, пахнет гарью, сгорел драйвер, датчики хола подгорели, ну, короче, вентилятор наглохо умер. И ремонту не подлежит, единственное, что можно только крыльчатку с него снять, остальное всё в мусор. Так, ну что, теперь расскажу вам немножко о модификации. Так, здесь вот у нас китайские модули, понижающие драйверы до 2 ампер. О них я уже в предыдущих видео как-то рассказывал. Очень интересные, удобные вещи за копейки. Можно хороший регулятор вращения вентилятора сделать на его базе. В принципе, что я здесь и реализовал. Этот отрегулирован на входящее напряжение 12 вольт, выходное напряжение ровно 5 вольт для управления контроллером и операционным усилителем. Ну, всей этой системой. Вот, как-то так. По мозгам, в принципе, всё. Осталось теперь запаять новый комплект реле. Сейчас покажу. Вот, новое реле, что я закупил в интернет-магазине. Обошлось, мне все это 800 рублей. Эти реле оригинальные. Только тут залиты белый эпоксид или белый пластик, неважно. Вот, маркировка реле точно такая же, как и в предыдущих, которые вышли из строя. Рекламировать не буду. Покупал их в интернет-магазине. Это даже помаркировали заказ. Сегодня только забрал на Озоне. Заказывал в магазине радиоудар. Потому что там по цене они более адекватны, чем в розничной торговле. В розничной торговле цены до 250 рублей, до 300 доходили. Это вообще грабеж полный. Я 6 штук взял за 800 рублей, считай. Вот, считайте, сколько они стоят. С Китая просто ждать долго. Лень была. А тут за неделю приехали. Вот, сейчас я их поменяю, впаяю и буду собирать зомби-санту. Привет всем. Это у нас зомби-санта. Она же рессанта на 5 киловатт. Причина такого внешнего вида, печального, наипечальнейшего внешнего вида, это перегрев внутреннего силового трансформатора по причине отказа автоматики управления вентилятором. Разошел отказ работы вентилятора, что привело к таким вот последствиям. Весь корпус превратился в неконечно фасмассовое. Так, короче, ну вот, хотел показать, как крышку корпуса повело все. Это зомби-санта. Здесь он даже торец печатной платы отпечатался на пластике. Так-то ее всю покоробило нахер. Жуткое зрелище. Снизу более-менее нормально, вот сверху печаль, беда. Что мы будем колхозить? Так, продолжаем, короче, ее ремонт. Значит, вот я все смонтировал, собрал, поставил новое реле, все четыре штуки, мозги, дисплейный модуль, подключил проводочки через лампочку, и вон туда, в белую розетку справа, воткнуто. нахожусь сейчас в гараже у себя. Такой тут, конечно, срач, но ладно. Так, ну что, включаем момент истины. Так, это байпас первый, нам нужен второй. Включили. Идет отсчет времени. Ну вот, вроде все работает. 209-210 входное, на выходе типа 220. Так. Мультиком я уже замерял. Напряжение у нас есть. Сейчас еще раз померяем. Так, оплата двигать тазом. Давай уже. Двигайся. Так. Смотрим на входе. 210. 220 вольт. Где-то, да? Так. На выходе. Даже чуть больше. Ну, где-то так. Еще погрешность прибора, наверное. Вентилятор системы охлаждения модернизированный крутится. Правда, что так напряжение тут? 240 вольт. Не знаю. 240 вольт, что-то на выходе. А тут 220 показывает. Нажовщина. Так, на входе 220. Тесты убираем, пока он не нужен нам. Платы доработок установлены, подключены, все правильно у нас где работают. Проводочки все тут распаяно, припаяно, как было, короче. Ну, как было, так и осталось. Ничего не стал мудрить нового. Здесь тоже все как было, так и осталось. Ну, осталось теперь только что-то с башкой придумать. С корпусом. То бишь, провод вентилятора я решил на такую липкую ткань прилепить. Чтоб не мешал с при сборке, как бы. Ну, как-то так. Короче, насчет корпуса. Я подумал, отрезал все-таки я ту плавленую сильную часть и сделал такой вот короб. Из орголита. От подсветки цветного телевизора. Ну, это типа как оргстекло. Такой вот орголит. Склепал. Уголки покупал в магазине строительном. Клепки использовал 4-х миллиметровые длиной 8 миллиметров. 4 на 8. Вот склепал такую вот половинку. Она будет соединяться с той половинкой. Вырежу еще под экран. Он под ту пластмассовую хреновину. Здесь вот размерчики. Насверлить здесь в вентиляционных отверстий надо будет. И все как бы будет. Ну и крепление еще поставить. Уголки здесь. Притягивать корпус. Ну и как-то так вот. Ну, другого варианта я ничего не нашел. Короче, примерно будет это вот так смотреться. Вот. Здесь вот я их склепаю. Крышки. Здесь вот тоже. Соединю. Вот я примерно ее собрал, как она должна быть. Нижняя сторона, верхняя сторона. Померить надо будет где здесь. Видите, сделать уголки крепления. Вот эти торцы можно будет и проклеить. Главное там плату, чтобы не касалось железки. И все. Будет чики-брики. Вот такая, конечно, порнуха. Других вариков я не придумал. Как восстановить корпус. Как вы действительно слушаете. Зомби Санта теперь красуется в дачном домике, выполняя свои прямые функциональные обязанности, стабилизируя входное напряжение в выходной 230-220 вольт, так вот оно подключено все, здесь временный щиток такой, который уже разводит проводку по домику, в принципе сейчас у нас кондер включен, нормально, свет не прыгает, холодильник работает, ну как бы все, посмотрим, поживем, увидим, всем спасибо, всем пока!